Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире интервью с политологом Сарос Сараяном. Несмотря на резолюцию, принятую Сенатом, французское правительство выступает против признания независимости Нагорного Карабаха. Электро- и газоснабжение Степанакерта восстановлено на 95-97%. Пашинян обсудил с Путиным вопрос поселения в Лачинском коридоре. Телемарафон 2020 собрал 22 990 898 долларов. Театральный фестиваль Армона поддержит ребят Арцаха. Вход в пещеру в Западной Армении, разрушенную искателями сокровищ, был закрыт железными дверями. В интервью о телевидении Западной Армении политолог Сарос Сараян проанализировал вопросы, стоящие на повестке дня для Армении, резолюцию о признании Арцаха Сенатом Франции, а также вопросы демаркации армян-азербайджанской границы, указав в частности ситуацию в Сотке. Он сослался на нынешнее состояние арбитражного решения Уильсона, как некое давление на Эрдогана, представил свой политический анализ внешней и внутренней политики. Интервью доступно на нашем YouTube-канале. После того, как Сенат Франции принял проект, постановление о необходимости признания НКР, министр иностранных дел Франции заявил, что признание не в интересах как Франции, так и других стран. В среду Мидфранции заявил одностороннее признание Нагорного Карабаха Франции не в чьих либо интересах. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта возможно только путем переговоров между сторонами конфликта. Сегодня, как никогда, Армения и Азербайджан нуждаются в поддержке Минской группы. На заседании Комитета по иностранным делам французского парламента министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан призвал к выводу террористов, переброшенных Турцией в Нагорно-Карабахский регион. Напомним, 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. В Степанакерте при поддержке российских миротворцев восстанавливается мирная жизнь. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что в настоящее время уже почти 97% газоснабжения и электроснабжения восстановлено. Начала работать городская электростанция. Военнослужащие Международного противоминного центра МО РФ провели работы по обнаружению взрывоопасных предметов в местах проведения восстановительных работ, в том числе и в двух школах, в которых в ближайшее время возобновится учебный процесс. Премьер-министр Никол Пашинян в течение часа провел два телефонных разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает Армен Пресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Фейсбуке. В центре обсуждения были вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, с поисковыми операциями, тел погибших, пропавших без вести, с обменом пленными, размещением и разграничением зон миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций региона. Такие обсуждения проходят регулярно, иногда по нескольку раз в день. Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их рабочий характер и чистоту, написал Пашинян. Вчера, 26 ноября, в День Благодарения, в Лос-Анджелесе состоялся 23-й ежегодный телемарафон под девизом «Сплоченность, сила и вера». Учитывая сложную ситуацию на родине и уважая память павших за родину солдат, телемарафон в этом году длился 4 часа вместо традиционных 12. Однако, благодаря сплоченности армянской общины США было собрано 22 миллиона 990 тысяч 898 долларов США, сообщает пресс-служба всеармянского фонда «Айастан». В связи с ситуацией в Арцахе и Армении пожертвования телемарафона 2020 будут направлены на поддержку перемещенных из Арцаха и семей военнослужащих, погибших за родину. Цель – оказать финансовую поддержку этим семьям около 100 тысяч человек, обеспечить квартирами и необходимыми элементарными принадлежностями на год, а также организовать надлежащее образование детей, отмечает представитель фонда «Айастан США» Мария Мегранян. С 27 сентября армянская община США приняла самое активное участие в сборе средств для спасения родины и уже пожертвовала до телемарафона 80 миллионов долларов США. Международный театральный фестиваль «Армона» реализует благотворительный проект «Армона. Сказка для детей, приезжающих в Армению из Арцаха» с 27 ноября. Как сообщает «Армен Пресс», цель проекта – не только развлечь детей, но и попытаться вывести их из стресса с помощью рассказов и постановок. Интерактивную игру проекта проведет художница Виктория Рьеда Оганисян. Первая встреча состоится в Центре саморазвития Лофт. Вход в пещеру Паланул, расположенный в провинции Ада-Яман, самосад Западной Армении, был разрушен колоискателями и закрыт железными воротами, защищающими от дальнейших посягательств. На стенах пещеры у села Паланул выгравированы рельефы различных животных с человеческими фигурами, которые безразлично раскрашены и испорчены краской. В этой ситуации Госдепартамент культуры и туризма отремонтировал железные ворота двух входов в историческую пещеру. Согласно отчету, жандармерия усилила патрулирование в этом районе, чтобы предотвратить разрушение пещеры охотниками за сокровищами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ваграма Тадавусяна «Цов Астрикас». Тадавуся Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok